В числе прочих тем, озвученных на аппаратном совещании, Владимир Яцуба отметил, что после проведенного рейда по Гагаринскому району видны первые результаты. В частности, в воскресенье председатель администрации повторно проехал по маршруту и заметил, что мусор в большинстве своём убрали. «Мы эту схему немножко изменим. Во вторник замы, закреплённые за районами, объедут вместе со службами районными и городскими. А в пятницу я выберу, в какой район поехать. Предварительно буду знать только я, куда еду». Отдельное внимание глава города уделил нарушениям, обнаруженным на территории так называемого хладокомбината. По итогам проверки ряд вопросов возник к руководству Севастопольской санэпидемстанции. «Кто отвечает за состояние того, что отравой кормят жители Севастополя? Кто? Вы отвечаете. Вам запретили останавливать работу этого хозяйства? У вас есть полномочия закрывать их? А чего вы их не закрываете? Чего я должен у вас быть этим пастухом?» Владимир Яцуба подчеркнул, если ещё будут обнаружены объекты с нарушениями, такими как на хладокомбинате, то место главы санэпидемстанции города может оказаться вакантным. «Запишите протокольно. Если при моих объездах я ещё найду одно такое заведение, значит, подготовьте моё обращение об освобождении начальника СС от занимаемой должности». Проведённое управлением градостроения и архитектурой ревизия выявило немалое количество незаконно и с нарушениями установленных сетилайтов и бигбордов. Из полутора тысяч объектов размещения рекламы договоры оформлены лишь на немногим более чем тысячу единиц. По подсчётам, совокупные недополучения городского бюджета составляют более 1 миллиона гривен. В результате работы была создана карта расположения рекламоносителей. Её разместят на сайте госадминистрации для общего обозрения. А вот по незаконным объектам в ближайшее время будут приняты соответствующие решения. Далее руководители районов отчитались о поступлении средств на санитарную очистку и благоустройство территорий. По одному району 5 миллионов. Это приличные деньги. И нам нужно, во-первых, разобраться, куда мы потратили в прошлом году. Кру, записывайте. На следующее совещание доложить здесь и финансовому управлению. Куда же потратили районы? Я же не просто так попросил дать информацию. Мы сейчас разберёмся, куда в прошлом году делить денежки. Следующей темой аппаратного совещания стал отчёт о приоритетных направлениях работы коммунального предприятия благоустройства. В частности, Карл Булатов отметил 20-ти кратное увеличение поступления мусора на Первомайский полигон после начала борьбы с незаконными свалками. При этом заявил, что ремонтно-эксплуатационные предприятия города задолжали за захоронение мусора порядка 1 миллиона 300 тысяч гривен. В свою очередь, председатель госадминистрации обвинил сотрудников полигона в приёме твёрдых бытовых отходов, привозимых из Крыма. Нам с Крыма возят мусор на наш полигон. И принимают. Ну, ночью возят. Я это знаю, что ты улыбаешься. За отдельную плату везут. Пришло время навести порядок в вопросе приёма и складирования мусора, заявил в завершении аппаратного совещания Владимир Яцуба. Владимир Сорокин, Деливер Меджитов. Программа «Наше время».